Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Такое мнение высказал в эфире передачи президента Института стратегических инициатив в Кишиневе Владислав Кульминский. По словам эксперта, после проигранных президентских выборов Игорь Дадон понял, что его политический успех и успех его партии зависят от степени раскола в обществе. Таким образом, в перспективе досрочных парламентских выборов Игорь Дадон будет пропагандировать ряд болезненных тем о языке, этнической принадлежности, внешнем векторе развития, призванных разделить общество, сообщает ТВР Молдова МД. Цель Игоря Дадона – ввергнуть страну в хаос, чтобы все знали, что Майя Санду и её команда не в состоянии справиться с экономическим кризисом и COVID-19. Он хочет переложить ответственность за всё, что произойдёт в следующей половине года на Майю Санду и правоцентристские партии, сказал Кульминский. Он отметил, что такая повестка деструктивная. Дадон использовал её во втором туре президентских выборов и проиграл. «У госпожи Санду есть программа, которую она хочет реализовать, например, реформы в судебной системе. Но господин Дадон постарается сделать всё возможное, чтобы мы говорили об урегулировании Приднестровского конфликта, об определённых эскалациях, и он может предпринять определённые шаги в этом направлении», – заключил Кульминский. Сам же Игорь Дадон не рекомендовал новоизбранному президенту торопиться пересматривать роль Молдовы в Евразийском экономическом союзе. Об этом он заявил в ходе прямой трансляции. «Я слышал высказывания нового президента о необходимости пересмотра. Я бы посоветовал не торопиться. Ломать, не строить. Для этого много ума не надо. Ведь одно другому не мешает. Есть соглашение с ЕС, мы его развиваем. Но это не значит, что если мы дружим с ЕС, то надо выходить из организации на Востоке. ЕАЭС – это экономический проект, а не геополитический», – отметил Дадон, передаёт НТВ МД. Напомним, что Молдова получила статус наблюдателя в ЕАЭС на саммите в Сочи в мае 2018 года. В рамках меморандума о сотрудничестве между ЕАЭС и Молдовой учреждена рабочая группа. Отметим, ранее один из лидеров гражданского Конгресса Марк Ткачук прокомментировал заявление о распуске парламента в Молдове. «Разнообразные полномочные сторонники Майи Санду гадают, как именно Майе Григорьевне удастся распустить парламент. Некоторые, конечно, не гадают, а истерично требуют от премьеры уйти в отставку. Другие просят его сделать это по-хорошему, мол, имей совесть, уйди», – написал Ткачук в телеграм-канале. Он отметил, что подобное заявление – яркое свидетельство политической неполноценности.